МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Полновесный гектар не только амбар. Министр сельского хозяйства России призвал собственников земли заниматься животноводством. Впечатлениями со съезда делятся омские фермы. На льготный кредит у банков лимит. Под какой процент выдается заем, процедура оформления и сроки выполнения заявок? Кто может рассчитывать на получение льготного кредита? Актуальное интервью. Не от скуки на все руки выжить можно, но сложно. Городская семья без земельного надела, но с большим подворьем. От областного центра до села Красная Горка 28 километров. В 1910 году, во времена Столыпинских реформ, здесь стали селиться крестьяне из центральной части России. В основном по Волжье. Место выбрали замечательное, на берегу Иртыша. Вдоль Сибирской реки до сих пор протянулась самая длинная в 3 километра улицы села. Название Красная Горка поселение получило из-за глинистого красного цвета берега, на котором в начале прошлого столетия переселенцы поставили первые избы. Близость реки и обусловила занятия местных жителей. Ловили рыбу, сплавляли плоты, перевозили грузы. Часть крестьян занялась земледелием и разведением скота. Излишки продавали на ярмарках. Сегодня в селе проживает 1700 человек. Фермера Юрия Щербака застать на месте непросто. Глава большого семейного клана каждый день решает множество опросов. От реализации продукции до оформления кредита. Но нам повезло. Начало первой недели каждого месяца выдача заработной платы на ферме. Три четверти трудового коллектива работают на комплексе. И Юрий Щербак старается быть на этом ежемесячном собрании, где подводят итоги и поощряют лучших. Заработная плата здесь от 20 тысяч рублей. Немного наберется в области фермерских хозяйств, где и зарплата прилична. И поголовье, как в небольшом коллективном хозяйстве. 1200 голов крупного рогатого скота. Из них 400 – дойных коров. А к 2020 году стадо увеличится почти вдвое. На днях Юрий Щербак вернулся из поездки в столицу, где прошел 28-й съезд фермеров России. На нем министр сельского хозяйства Александр Ткачев поставил задачу вносить свой вклад в продовольственную безопасность страны. Ведь фермеры сегодня обрабатывают 42% пашни. На него приходится всего 4-5% поголовья крупного рогатого скота. Мизерная нагрузка. Министр обозначил, что одна из основных проблем – это является нехватка молока и молочной продукции в пределах 7 миллионов тонн. И поставил задачу до 2020 года эти недостающие продукты восполнить. По его мнению и по расчетам Министерства сельского хозяйства в ближайшие 5-10 лет расклад экономики в сельском хозяйстве будет примерно 40 на 60. То есть 40% займут фермерские хозяйства, ЛПХ и частные подворья, а 60% производства будет за крупными холдингами и коллективными хозяйствами. То есть это примерно как и в других странах мира. Сам Юрий Щербак стал заниматься молочным животноводством сравнительно недавно – с 2010 года. В области это был по просьбе Омского правительства своеобразный эксперимент – проверка, с чего фермеру начинать и как использовать государственную поддержку. Переменных буренок закупили в лучших хозяйствах области, обеспечив высокую продуктивность. Конечно, при хорошей кормовой базе ее начали создавать загодя. Мы стали считать рентабельность. То есть любой фермер, чем бы он не знал, он потом считает, да, пусть оно было не очень рентабельно. Мы начали думать, как его выводить из низко рентабельного, высоко рентабельного. Посмотрели, что 100 голов нерентабельно. Почему? Потому что нужна серьезная заготовительная техника для того, чтобы снизить себестоимость кормов, чтобы не зависеть от рынка молока переработчиков, оно от 7 рублей за литр летом, до 15 зимой. Вот такие были колебания, когда мы начинали. Для того, чтобы все это дело ликвидировать, мы в Лизин взяли молокоперерабатывающий завод. Вот он позволяет нам стабильно держать 30-32 рубля в пересчете за литр сырого молока. Многочисленные награды, медали, свидетельства успеха. Сегодня семейная молочная ферма – одно из приоритетных направлений в развитии малых форм собственности. На их создание государство уделяет каждому 10 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем получил когда-то Юрий Щербак. 10 миллионов – это семейная молочная ферма. Это уже не начинающий фермер. Это фермер, который проработал, который себя зарекомендовал, у которого есть земельные угодья, который уже представляет или сформировал кормовую базу, у которого уже есть растеневодство. Ну вот эти 10 миллионов пойдут на что? Это на закуп скота. Я скажу, вот я сейчас прикупаю скот в племенных хозяйствах 100 голов нетелей. Они всего лишь 4 миллиона стоят. Для начала фермерского хозяйства достаточно. Он 100 голов возьмет, да? Он возьмет еще какое-то оборудование. 1 400 000 серьезный кормораздачник хозяин стоит. Миллион 330 МТЗ-82 модифицированный, чтобы его косилка, плющилка и там так. То есть на 10 миллионов можно приличный комплект для развития животного отста взять. И еще один нюанс. Семейные фермы должны возродить кооперацию на селе. Раньше это был хороший стимул для развития крестьянских подворьей. Сейчас кооперативы могут выступать в другом качестве. Зачем я один буду покупать завод, когда его можно на трех дешевле, а если еще и регион вступит ассоциальным членом или государством, тогда это еще лучше будет. Государственные структуры не будут слишком приставать, потому что там есть часть государства. Пока такого опыта у нас в области нет. Но почему бы не прислушаться к совету опытного фермера. За 20 лет работы на земле бывший летчик прошел свои университеты. Начинал со 100 гектаров пашни, где сел подсолнечник. Сегодня обрабатывает до 10 тысяч. Выращивает зерновые, кормовые и масличные культуры. С первого дня с ним троятся братья, капитаны морского и речного флота. А теперь уже их дети. Семейный клан насчитывает больше 30 человек. В нашей области, как никакой другой, очень много довольно крупных устойчивых фермеров. Я даже вот такой пример приведу. С того же 2011 года, когда мы приехали на съезд в Тамбов и спрашиваем у тамбовских фермеров, сколько у них земли, какой самый большой участок. Они сказали, ну, в пределах 500-700 гектар. Но если 1000-1500, это очень крупный фермер, единицы. Но у нас там была группа около 10 человек и менее 4000 гектар ни у кого не было. По мнению Юрия Щербака, те, кто имеет 3000 гектаров земли, просто обязаны заниматься мясным или молочным животноводством. Других путей развития отрасли нет. Коль почти половина пашни обрабатывается фермерами, ее потенциал не используется полностью. Фермерское хозяйство Щербака давно работает по принципу с поля до прилавка. В Дрожной в Красной Горке построены магазины, где продаются и растительное масло, и мясные полуфабрикаты, и молочная продукция. Это успешное решение продовольственной программы в двух населенных пунктах, да еще и гражданам достается. 28-й съезд фермеров России, по словам Юрия Щербака, поднял много актуальных вопросов, в том числе и необходимость разработки законодательной базы в отношении малых форм собственности. В этом году банки стали выдавать льготные кредиты. Юрий Щербак рассчитывает на 40 миллионов рублей, чтобы вложить эти деньги в развитие животноводческой отрасли и войти, по его словам, в реестр приоритетных региональных проектов. До 2020 года довести поголовье коров до 700 голов. Готовим сейчас кредит под льготные от 1 до 5 процентов, в Россию банк документы отправляем, идут в процессе доработки. Ну и на съезде я лично задавал вопрос министру, кредитов-то льготных на всех не хватит, и он сам сказал это в пределах 50-60 процентов обеспечен вот этим льготным кредитованием. Но, на мой вопрос, как будут относиться к тем фермерам, у кого их есть животноводческие, он сказал, приоритетно. Жить без кредитов на селе мало кого удается. Таких хозяйств у нас в области по пальцам пересчитать можно. Займы делятся на две категории – краткосрочные и долгосрочные. Первые обычно берутся в банки на проведение посевной или уборочной, а вторые – на строительство и другие масштабные проекты. До недавнего времени существовала система субсидирования процентной ставки. Она шла от государства через региональный Минсельхоз. В результате кредит под 18% снижался до 8%. Данная схема имела изъяны. Оборот документов был долгим. Деньги приходилось ждать месяцами. В этом году все изменилось. Селянам предоставляются льготные кредиты. О них мы попросили рассказать министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова. Порядок какой аграрии сегодня обращаются в банковское учреждение. Соответственно, если к их кредитной истории и к суммам по кредитам нет никаких противоречий, проводится предварительный кредитный комитет, соответственно, составляется реестр из заемщиков. И банки нам на согласование предоставляют эти реестры. Да, мы видим, что наши аграрии отчитываются в Минсельхоз. Мы видим, что у них хорошая кредитная история. Это наши аграрии, это не какие-то сторонние фирмы. Мы видим, что у них готовы документы. К примеру, по инвест-кредитам нам необходим проект, необходима экспертиза. Если все это присутствует, мы, безусловно, одобряем эти реестры. И дальше банки их согласовывают с Минсельхозом Российской Федерации. Мы приоритет делаем именно на посевную, потому что она уже фактически не за горами. И, конечно, нас беспокоит, чтобы нам хватило инвест-кредитов, потому что инвесторы заинтересованы в низкой процентной ставке. Что касается процентов по кредиту, они составляют сегодня от 1 до 5%. Это очень важно. Кредит не может быть более 5%. Остальную разницу, она зафиксирована в сумме 10%, ее как раз и компенсирует Минсельхоз России кредитному очереждению. Поэтому не надо ничего бояться. Я обращаюсь к аграриям. Приходите в банки, оформляйте документы. И если есть какие-то непонимания со стороны банков, обращайтесь в Министерство сельского хозяйства. Мы вам поможем, подскажем, проконсультируем, разберемся в ситуации. И, конечно, сегодня как никогда важно иметь хорошую кредитную историю, не допускать просрочек по кредитам, соблюдать финансовую дисциплину. Потому что могу сказать, что, конечно, обидно, когда наши аграрии, они считают, что 1-2 дня просрочки, ничего страшного. Это очень весомое нарушение. И с банками надо работать четко и в срок. Поэтому старайтесь кредиты оплачивать вовремя. И не допускайте просрочек. Поэтому сегодня есть прецеденты, когда наши аграрии могут получить и получают уже под 4%. И есть такие заявления от банков, что они готовы кредит давать и под 2% и даже под 1,5%. То есть это, по сути, уже получается беспроцентный кредит. Для нас это очень важно. На сегодня лимиты определены порядка 240 миллионов рублей лимит субсидий банкам. Эта сумма позволит нам предоставить краткосрочные кредиты более чем на 2,5 миллиарда рублей. Краткосрочные кредиты. По инвесткредитам сумма определена предварительно в 130 миллионов рублей. Это где-то на 1,5 миллиарда мы можем кредитов привлечь. Но данный вопрос будет решаться уже с министерством. То есть на сегодня мы определились, что короткие кредиты мы сами определяем приоритеты и совместно с нашими аграриями выстраиваем здесь политику. На что это нужно? На переработку, на посевную, на какие-то другие цели. Или, ну, а что касается инвесткредитов, то все-таки вот федерация эту сумму решила объединить, консолидировать и в дальнейшем после отбора проектов уже предоставлять выверенным предприятиям с конкретными проектами, экспертизами, с конкретными компетенциями, предоставлять им возможность под такой низкий процент получить кредит на срок от 2 до 8 лет. Это тоже очень важно. Мы видим, что, по сути, это определенная революция в сельском хозяйстве, это беспрецедентная мера поддержки для аграриев. Самое главное, чтобы нам хватило ресурсов и немаловажно, чтобы наши аграрии эти кредиты погасили. Вот на коротких кредитах будет сразу ясно, или мы будем вести себя некрасиво и государство предоставит вот такие низкие проценты кредит, и мы его погасим. Это одна история. Если мы, допустим, большие просрочки или не погасим эти кредиты, конечно, будет уже некорректно просить об увеличении каких-то лимитов. Поэтому давайте мы постараемся освоить эти средства, поработать активно, и в дальнейшем, я думаю, что эта программа приживется у нас на селе, потому что это, по сути, европейские условия работы. В Европе кредиты не более 4-5%. Поэтому сегодня, я думаю, что рентабельность нашего аграрного производства позволяет сработать на уровне под такую процентную ставку. Кроме того, хочу акцентировать внимание на том, что наши малые формы хозяйства, то есть наши фермеры, личные подсобные хозяйства, защищены от того, чтобы крупные инвесторы не выбрали все лимиты. По коротким кредитам это 30%, то есть это практически на миллиард могут наши малые формы хозяйства получить в общей сумме кредитов. И 20% это инвесткредиты. Эти суммы защищены, эта цифра контролируется и нами, и Минсельхозом Российской Федерации. То есть еще раз говорю, чтобы фермеры и личные подсобные хозяйства активнее обращались в наши кредитные учреждения и получали кредиты под такой низкий процент. От 12 канала до 2-й Фоминовки 95 километров. Деревушка небольшая, всего три улицы. До начала перестройки здесь жили в основном немецкие семьи, предки которых в начале прошлого века переселились сюда с Павлужья. В 90-е годы большинство коренных жителей отправились искать счастье на исторической родине, а в деревне стали покупать дома русские семьи из Казахстана, горожане. Застройка улиц села оставалась типичной для немецкого поселения. Дом, сарай, гараж и летняя кухня составляют единый ансамбль, удобный для ведения личного подсобного хозяйства. На подворьях содержат крупнорогатый скот, свиней, птицу, овец, лошадей. Для многих жителей продажи мяса и молока главный источник дохода. Население в деревне 2-я Фоминовка 400 человек. Со Светланой цирки я познакомилась 2 года назад в Кормиловке на ярмарке. Декабрьские морозы, помню, лютые, в ту пору стояли. Не каждая хозяйка отважилась приехать со своей продукцией в районный центр. А цирки из 2-й Фоминовки привезли домашних гусей и уток. Перед Новым годом на откормленные тушки хороший спрос. По дворе у Светланы Евгения цирки по местным меркам большое. Особенно летом, когда в инкубаторах хозяйка разную птицу вывела. Но на зиму оставляют только то, что на развод пойдет. А в стайках уже сейчас прибавление. Расстелились буренки. Хрюшка-дашка 11 поросят принесла. Два последних маленькие, слабенькие. Так хозяйка их из соски выкормила. Я всегда говорю, корова – это кормилица. Она кормит нас всю, всю животину. Ай, дайте, мои хорошие, дайте. Ай, потерялся, потерялся. Вот она. А второй где? Давай, 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 давай. Обед они немного сейчас дают же. Сейчас на этот выйдут, на выпаса. Там два раза выпили? Нет, на лето вообще три раза. Да. Это три раза дуем, потому что они мне вот в январе отелились. Вот. Все коровы хозяйки доморощенные. Старшая Марта, а Милка и Зорька от нее пошли, пока остановились на трех коровах. А с маленькой телочкой еще не определились, себе оставлять или продать. Четыре буренки – это уже стадо, смеется Светлана. Главный помощник на подворье – супруг Евгений. Сарай чистит, животных кормит. У нас кормиловки рынок только вот как три года как открылся, да? И вот благодаря, вот, спасибо, вот, главе администрации кормиловского района, вот, потому что колхознику некуда было ехать вообще. Абсолютно. Рынка как такового в кормиловке не было. Вот. А сейчас, вот, да, приезжают все. Торгуют круглый год молочной продукцией, а осенью еще и мясом. Бычков и поросят специально для этого выращивают. Птица тоже на продажу идет. Когда-то снесушек и начиналось подворье цирки. Городских жителей, которые решили переехать жить в деревню, обзавелись хозяйством. Пример был. Старшая сестра Светланы вышла замуж со местного парня. И Светлана с Евгением здесь уже выдали свою дочку. Первой внучке уже два года. А на свадьбе у нас было, приглашенных было 98. Да. Мы когда с Тамадой разговаривали, в городе ездили, она спрашивает, сколько человек. Я говорю, ну, по списку 98. Она глаза вот такие сделала. Как? Я говорю, так, ну, родственников много. Мы перед домом натянули огромный шатер. У нас было 15 метров длины и 7 или 8. 7 ширины. Вот такой был шатер огромный перед домом. Вот как вы заезжали, увидели. И гуляли два дня. Больше всего гостей на свадьбе было со стороны супруга. У него пять братьев и столько же сестер. Да плюс родители, внуки. Евгений тоже мечтал о большой семье. Но воспитали троих. Теперь старшего сына женить надо. А младший в этом году заканчивает школу. Учиться дальше в город поедет. Так что цирки без подворья никак нельзя. На все деньги нужны. Но главные ежегодные затраты на корма для животных. Они все покупные. Своей земли нет. Пои раздали местным жителям, когда семья еще в городе жила. Вообще здесь Михайловское поселение. Здесь были породы галштинцев. Они молочные. Ну и вот мы купили телочку первую. Как-то повезло. Да, ну повезло, да. В основном здесь вот такое поголовье. Покосы места администрации выделяют всем, кто держит поголовье. Но техники своей у цирки нет. Приходится нанимать. На каждую корову в зиму нужно 3 тонны сена. Это 9 тонн. Да еще и молодняк на откорме. В денежном выражении эти затраты выглядят так. Где-то на сено у нас уходит примерно 30-35 тысяч каждый год. Это осенью, да? Так, а если и плюс еще к этому, нам нужно заготовить корма. Ну возьмем в среднем корма стоит где-то 5-6 тысяч тонна. Ну так мы говорим. Потому что от года в год там, года в ниже, когда выше цена. Ну и где-то примерно 1060-70 на корма. Вот в пределах 100 тысяч каждый год нам нужно только на корма. На сено и на зерно. Этот, например, один келеночек или бычок идет у нас на корма, да? Да, так вот. Другой поросеночек, например, на отруби, да, там, либо сено подкупить. Ну это все решается, да. Либо осенью, либо наоборот весной, да. На прочие расходы идут средства от продажи молочной продукции. Нынешним летом хозяин планирует построить просторный сарай, чтобы в него вся живность поместилась. От нее и доход, и продукты к столу. На нем все свое. Мясо, молоко, варенье, соленье, грибы. А еще все цирки – заядлые рыбаки. Но только один раз в году могут позволить себе это удовольствие. Хозяйство держит. В основном в мае. Мы быстренько нам позвонили. Если идет рыба, мы быстренько находим людей, которые нам дуют коров. Но в основном это у нас доча наша. Но мы уезжаем на сутки, на полторы суток, потому что больше нельзя. Рыбу и солят, и вялят, и даже продают, если улов хороший. Но на рынок еют в основном с молочной продукцией. Ездим мы на рынок во вторник. С вечера в понедельник мне звонят мои клиенты. Заказывают творог, сметану, молоко. Ну а мы заказали хозяйке приготовить блюдо на скорую руку и поделиться им с нашими телезрителями. Так, сегодня мы будем готовить свинину в кляре. Для этого понадобится нам мука, растительное масло, сода пищевая, соль, яйцо, чесночок и немного молочка. Мы берем тарелочку, вбиваем яйцо. Нет, домашние яйца. Взбиваем. Желточек желтенький. Курочки на травке, на этом, по улице уже ходят. Добавляем немного соды. Соли. Все это взбиваем. Вливаем молочко. Сколько? Полстаканчика достаточно. Смотря сколько вы будете готовить мясо. Все. И теперь добавляем муку. Консистенция должна быть как на оладьи. Вот еще три ложки достаточно, наверное, будет. Сейчас мы сюда натрем два-три зубчика чеснока для запаха. Вот такой рецепт кляра. А дальше проще мясо посолить, кусочки обмакнуть в кляре и отправить в кастрюльку с кипящим подсолнечным маслом. Подрумяниваем с двух сторон и готово блюдо на скорую руку. Приятного аппетита желает вам Светлана Цирки из деревни Вторая Фоминовка. Спонсор показа компания Омск Дизель Статистика такова. Из трех грузовых автомобилей на омских дорогах это КАМАЗы. А в сельской местности почти 100%. Без этой машины не обходится ни одно хозяйство, а поставляет их в наш регион официальный гилер публичного акционерного общества КАМАЗ компания Омск Дизель. Три года назад в Омске был открыт автоцентр КАМАЗ. Построен он по стандартам мирового уровня. Здесь оказывают весь спектр услуг по обслуживанию грузовых автомобилей. От предпродажной подготовки до ремонта. Обращаются не только амичи, но и иногородние. Тимур Бимбаев из Томска. Его КАМАЗ сломался в пути. Пока специалисты автоцентра ремонтируют машину, он отдыхает в комнате для клиентов. Автоцентр состоит из нескольких производственных зон и магазина. В нем только оригинальные запасные части. У меня несколько КАМАЗов. Когда случается какая-то поломка, я приезжаю в Омск Дизель и покупаю за ним части оригинальные. Здесь всегда все есть внимательно, хорошо, относятся к клиентам. Специалисты отдела продаж могут проконсультировать клиентов по любым вопросам, рассказать о новинках в модельном ряде автомобилей КАМАЗ, а также о тех льготах, которые предоставляются в этом году на технику. На сегодняшний день продолжает работу программа утилизации. Сдав старую технику в утиль, вы получаете скидку 350 тысяч рублей на серийную технику. Принимается любой грузовой автомобиль, любой легковой автомобиль, любой грузовой прицеп, полуприцеп. Продолжает действие программа льготного лизинга. Предоставляется субсидия 10% от стоимости автомобиля на первоначальный лизинговый платеж. Приобретая технику в компании Омс Дизель, в лизинг вы получаете дополнительную скидку 6%. Скидки по всем программам суммируются. Лизинг от производителя – самый выгодный способ приобретения техники. А приобрести технику можно в автоцентре КАМАЗ по адресу улица Волгоградская, 88. Омск Дизель. Ваш выбор. Правильный результат. Спонсор показа – компания Омск Дизель. Субтитры создавал DimaTorzok